здравствуйте коллеги на связи топ хотел с меня зовут светлана и я рада вас пригласить на встречу с представителем отеля роббинс у нас сегодня будет один эфир три страны четыре отеля один спикер сегодня поговорим про таиланд про кипр и про любимые всеми майдивские острова жду подключение елена вся никого и представителя данной цепочки в россии я пожалуйста к нам подключайся так ждем я зашла прекрасно прекрасно видишь да вижу рано привет ура 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 у нас снова роббинсон на связи я пока отключаюсь на время дружка кофеёчек и слушаю презентации дам тебе слово роббинсон это немецкая сеть отелей которые предлагают формат клубного отдыха речь сегодня пойдет о четырех отелях на самом деле если вы один раз побывали хоть в каком-то отеле роббинсон вы в общем-то имейте представление о том что из себя остальные наши отели представляют единая концепция единый стандарт качества много много разных разных то есть много всего совпадает и конечно же дальше уже идут отличия в зависимости там скажем он от направления локации природа на кипре отличается очень сильно природа в и то же самое на дивах и все это конечно добавляет индивидуальность каждому нашему отелю мы начинаем с таиланда из отеля роббинсон каулак каулак дождался своего часа потому что достаточно долгое время он оставался вне фокуса именно российских туристов ну вот все зависали на пхукете знали там другие острова острова вот а каулак это материковая часть таиланда если кто-то еще не знает добираться причем туда все равно вы добираетесь через хукет прямой рейс на пхукет и дальше трансфер на автомобиле который занимает полтора часа до собственно от двери международного аэропорта пхукета до двери нашего отеля что такое каулак это провинция пхангна побережье одноманского моря с очень очень красивыми протяженными широкими пляжами пляжи невероятно красивые с пологим заходом в воду с не такими выраженными приливами и отливами с помимо собственно пляжи каулак это территория нескольких это трех заповедников один из них так и называется каулак и там есть огромные возможности для хайкинга для кстати да вот для снорклинга на каулак едут те люди которые любители подавить по снорклинг потому что знают что здесь есть рядом симиланские острова морской заповедник где говорят я сама не любитель ну вот но знающие люди утверждают что дайвинг местами даже лучше чем на мальдивах есть и все рыбы и риф и черепахи и манты и кого только нет помимо этого сама территория нескольких заповедников предлагает огромные возможности для исследования знакомства с природой таиланда это сплавы это хайкинг это разные пещеры водопады это возможность увидеть цветущие рафлезии в общем все 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 это можно делать приехав каулак приехать и увидеть наш отель расположен на пляже парк вип это широкий протяженный пляж вот на этом слайде вид сверху сам отель находится немного вдали от инфраструктуры до ближайшего города собственно каулактаун 8 километров или там 10 минут на автобусе на машине ездят автобусы и ездит есть расписание по которым и можно и можно в принципе в течение всего дня добраться туда обратно до города если хочется погулять но так отель находится in the middle of nowhere и это на самом деле очень часто история для наших отелей и сейчас вы поймете почему потому концепция робинсон предлагает что это такая замкнутая на себе система где есть все и тот факт что вы находитесь вдалеке от городской инфраструктуры или каких-то там шумных улиц интересных променадов и так далее она окупается тем что внутри отеля есть все что в принципе может понадобиться течение отдыха либо любому туристу хороший пляж вот пожалуйста развлечения пожалуйста какие-то активности пожалуйста территория отеля очень большая и сам отель тоже в общем разросредоточен по этой огромной территории 320 номеров 13 категорий в том числе виллы бунгало с бассейном есть своя большая зеленая лагуна это помимо бассейнов вот такие товарищи к нам забредают иногда на территорию то есть как бы это плюшки того что вы находитесь на территории заповедника то есть помимо брундуков вот еще можно увидеть оленей вот так выглядит например план то есть видите огромная территория 8 бассейнов где детские детские бассейны взрослые бассейны только для взрослых семейные бассейны есть две даже горки отель работает на нескольких планах питания можно выбрать завтраки полупансион полный пансион и у нас в нашем случае это фулборд плюс про еду расскажу отдельно потому что еда это наши самые одна из самых сильных сторон робинсон вообще это такое там типа робинсон равно тип качественное вкусное разнообразное питание вот мы в корме действительно очень разнообразно цикл питания в основном ресторане если выбрали полупансион или фулборд он двухнедельный в течение 14 дней основные блюда и закуски каждый день разные это всегда не повторяется в течение этого цикла много морепродуктов рыбы много мясных блюд помимо этого мы делаем тематические ужины вечер гавайской кухни вечер итальянской кухни вечер азиатской кухни естественно тайские блюда и так будут присутствовать потому что мы находимся в таиланде раз в неделю гала ужин такая красивая история с дресс-кодом которым гостей оповещают заранее вот и гости радостно в это во все включаются наряжаются вот гостей встречаются апперитивом потом собственно ужин и вечер заканчивается какой-нибудь шоу программы раз в две недели ужин проходит формате стрипут фестиваля ну и собственно вот с питанием она вот так постоянно что-то новое вот если же гости выбирают не фулборд там биби или хавборд то на территории есть еще три ресторана а-ля карт которые предлагают разную кухню тайскую там ресторан гриль гурме ресторан с таким сказать между международным европейской скажем близкой к нам кухни вот и четыре бара кстати вот фулборд плюс вот этот тусик предполагает что у вас включены безалкогольные и алкогольные напитки во время приема пищи то есть несколько видов пива и белое красное разе вино вас включено пока вы сидите за столом и обедаете или ужинаете вы заказываете бутылку вам приносит при вас ее скупоривают разливают бокалом то есть это не разливное вино где-то там из бочки или из какого-то краника вы разливаете это хорошее южноафриканское вино помимо этого у нас есть такая штука как уэлл фуд робинсон вообще очень осознанные отели экоосознанность проявляется во всем том как организует вообще свою работу том как ведется бизнес и естественно в том тех услугах которые мы предлагаем нашим гостям и вот у нас есть зожное меню она называется вэлл фуд это блюдо для людей которые соблюдают какие-то диетические ограничения веганы вегетарианцы безглютеновые безлоктазные низкокалорийные ксарические прочим блюда в этих таких туристах на заранее позаботились и хочу сказать что это меню тоже очень и очень вкусное также во всех наших отелях есть такая штука это спортивные спортивная программа которая называется вэлл фид что она в себя включает это собственно часть нашей вот этой клубной истории это это вот как раз те спортивные активности которые включены по умолчанию за которые не нужно на месте доплачивать это все начинает занятие йоги пилатесом разными аэробиками какими-то силовыми тренировками кардио тренировками вело тренировками игровыми видами спорта в каждом из наших отелей там достаточно как свой набор занятий вообще всего робинсон предлагает 64 вида спорта ну это не не в каждом это не в каждом отеле по 64 но вот если собрать какие виды спорта есть наших отелей получится 64 позиции ежедневно проходят это 4 тренировки есть в каулаке у нас есть кола большого тенниса есть тайский бокс есть естественно все игровые виды спорта с мечом там и футбол и баскетбол есть мини-гольф ярд водное поло в общем много-много всего также есть естественно центр водных видов спорта естественно в нашем отеле есть спа какой-то тайский отель можно представить без по центра очень большое разнообразное меню разных ритуалов массажей спа процедур индивидуальных для пар есть также маникюр с педикюром и косметологический кабинет и во всех наших отелях есть сауна абсолютно во всех 26 отелях робинсон есть сауна вне зависимости от того будь это австрийские альпы или или таиланд и мальдивы сауна в робинсон работает таким образом у нас есть семейные часы и часы без полотенчика то есть когда сауна работает в таком как классическая немецкая сауна опять же возвращаемся к тому что это немецкая сеть отеля и поэтому многие вещи у нас изначально созданные задуманные ну вот как какие традиционные вещи привычные для германии вот и так сауной собственно тоже и получилось самая классная часть отдыха робинсон помимо спорта и вкусной еды это наша развлекательная программа робинсон те отели когда они где не бывает скучно и где не бывают таких дней когда бы ничего не происходило каждый вечер обязательно в отеле будет что-то будет что-то запланировано какая какая-то программа как минимум это живая музыка как максимум это какая-то прям вечеринка на пляже зоне основного бара каким-то выступлениями или диджеем дискотека в общем очень но очень очень много всего встречаем заход солнца с коктейлем на пляже во всех наших отелях пять часов но на самом деле зависит от времени захода солнца в разных климатических и часовых поясах все по-разному происходит вот но как правило за час до захода солнца у нас бич-бара играет музыка либо живая либо диджей ну вот гости собираются берут коктейли и мы каждый вечер например очень красиво провожаем закаты встречаем и провожаем вот потом идем ужинать и дальше уже продолжаем весело проводить вечер это скажем так вот про активную часть давайте теперь расскажу про номерной фонд как я сказала у нас 13 категорий 320 номеров и в принципе робинсон это такой отель который подойдет и как скажем так среднему туристу который ищет хороший отель но скажем так ограничен в бюджете и для таких туристов у нас есть наши стандартные номера и для туристов у кого как бы не стесненных средствах потому что у нас есть двуспальневая вилла с бассейном прямо на первой линии но сейчас расскажу подробнее например категории которые находятся скажем расположены самым козырным образом ближе всего к пляжу стандартный double rooms это номера 40 квадратных метров рассчитаны на троих человек они располагаются либо в основном корпусе либо вот в таких двухэтажных домиках на четыре номера также эти номера коннектятся и их можно бронировать как double room а следующей категории вот все что не double дальше уже это отдельные стоящие бунгало и виллы первая категория база базовая категория бунгало 80 квадратных метров без бассейна но смотрите какие широкие панорамные окна ну вот с видом на сад туда вмещается уже до четырех человек на строй взрослых и один инфант и дальше например идут уже бунгало с бассейном бассейна могут быть бассейн может быть разный это может быть такой приватный бассейн который как бы в котором вас никто 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 не видит или это может быть вот уже такая классическая тайская история открытый бассейн перед входом ваша бунгало и виллы виллы superi pool bungalow oceanfront на самом деле это на спальне боевилла которая находится на первой линии чем она хороша ну во первых вам ближе всего идти до океана до моря прошу прощения и у вас есть еще очень симпатичный такой прям садик с и с такими лежаками с такими лежаками вот здесь очень приятная территория вас получается перед вашим бунгало есть двуспальневые виллы superi pool villa это две спальни объединенные гостиной в них размещается уже до шести человек взрослые и дети это 215 квадратных метров большая просторная очень уютная вилла и собственно самая большая вилла который у нас есть который мы предлагаем это трехспальневая вилла deluxe pool villa трехэтажная 364 квадратных метра по одной спальне на каждом из этажей великолепный очень просторный гостины с высокими потолками с бассейном разумеется и с открытой большой террасой на крыше очень классный продукт вот и обычно ближе к новогодним праздникам всегда наступает момент когда все начинают искать вот как раз таки большие такие виллы запомните отметьте себе что у нас такие есть вот ну есть дальше уже тоже двуспальневые виллы с выходом к морю непосредственным и дальнейшие все категории бунгало они отличаются там незначительно там своим расположением и видом также у нас есть сьюты они как и стандартные номера располагаются в основном корпусе у вас получается будет большой номер с гостиной но без бассейна с балконом то есть у вас не будет выхода в сад или 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 своего бассейна но зато просторный большой номер с сьют и у нас есть односпальневые и двуспальневые вот до 160 метров двуспальневый сьют сюда вмещается аж до шести человек вот он он огромнейший поэтому тут уже нужно варьировать кому что важнее большой номер красивый или 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 бассейн садом это на самом деле все про каулак и я предлагаю в завершении своих слов посмотреть видео а а а Продолжение следует... 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 Да, Клент, продолжаем. Я продолжу, я сначала покажу видео, я сделаю всё, как предполагалось, а потом уже презентацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Летом 2021 года полагается он в 20 километрах от аэропорта Ларнаки, дорога занимает где-то 15-20, добираться очень комфортно, и кстати, да, учитывая то, что многие сейчас летят через Ереван, а все рейсы из Еревана они как раз прилетают в Ларнаку, поэтому тут сам Бог велел лететь всем, отдыхать в Robinson Cyprus. Это, опять же, in the middle of nowhere, большая территория, огромный совершенно марсианский пляж, 322 номера, и этот отель работает по системе Fullboard Plus, то есть так же, как Каулак. Здесь нет вариантов Bed and Breakfast и Halfboard, здесь только Fullboard Plus. Абсолютно такая же история, соответственно, с циклом питания, с разнообразным прекрасным нашим меню, поэтому на этом я подробно уже останавливаться не буду, просто буду обращать ваше внимание на то, какой это прекрасный отель с этим космическим пляжем, с темным песком. Пляж широченный, рядом ни справа, ни слева от отеля ничего и никого нет, то есть, вот, как бы, что достаточно большая редкость для кипрских отелей, у которых обычно бывает такой вот небольшой кусочек узенький какой-нибудь пляжем, вот, где еще, не знаю, могут местные ходить. А у нас вот это вот все только для гостей, причем лежаки стоят как на песке, так и на газоне. Лежаков в достаточном количестве, даже летом, в июль, там, самый пик при полной загрузке, лежаков хватает всем, разве что у бассейна, там, конечно, немножко напряженка. Вот, а на пляже лежаков всегда всем хватает. Очень уютная зеленая территория с пальмами, с цитрусовыми деревьями. Если вы приезжаете осенью, там повсюду висят уже эти спелые мандарины, апельсины. Номера располагаются вот в двух- или трехэтажных корпусах, если на первом этаже, то это такая террасочка и выход сразу в сад. На втором этаже балкон. Самые клевые и большие балконы, террасы у семейных номеров и у сьютов. Вот как раз они сейчас на слайде. Они, помимо корпуса с этими номерами, стоят на первой линии. То есть там еще и прямой вид на море. Они, конечно, самые козырные. Ну, как так, про рестораны снова у нас слайд. Не буду повторяться. Вкусно, разнообразно. Гастрономические вечера такие же. Также ужин в формате стрит-фуд фестиваля. Здесь на Кипре он проходит очень интересно. Всегда играет живая музыка. Ну и, собственно, что это за ужин? Я про тайский отель не сказала. Это, знаете, такие они делают не в зале ресторанном, а на улице передвижные станции с едой, где вы можете попробовать кухни разных народов мира. Все начиная, естественно, от греческого стрит-фуда, так как мы находимся на Кипре, заканчивая тем же тайским стрит-фудом, фалафелем и чем только нет. Называется эта история Taste Jam. Очень вкусно, очень прикольно. Здоровое меню в кипрском отеле тоже есть. Два бассейна. Здесь у нас два открытых бассейна. Один из них подогревается. Подогревается как раз фигурный бассейн. Спортивный нет. Подогревается он только в прохладное время года. Есть также бассейн в детском клубе и закрытый бассейн в спа-зоне. Про детей. Дети считаются детьми в отелях Robinson до 17 лет. Во всех наших отелях. И на Кипре, и в Таиланде, и на Мальдивах. И, соответственно, детский клуб – это три в одном. Это малыши, дети от 7 до 12 и подростки. И, соответственно, программа занятий у всех разная. Малыши, по большей части, находятся в детском клубе и рисуют, что-то играют с аниматорами. Дети постарше, у них более насыщенная программа. У них какие-то активности вне детского клуба в том числе. Квесты туда-сюда, на пляже они могут пойти с саббордами. Могут куда-то пойти что-то искать. То есть всё это проходит на территории отеля. Но при этом они не всегда обязательно находятся на территории детского клуба. У подростков же программа их активностей, она больше как бы про спорт. Как правило, как всё организовано, в течение дня стоят занятия, куда подростки могут пойти. Они приходят, знакомятся. И дальше, на самом деле, как это бывает, знаете, как это смена в лагере, заезды. Ну вот, перезнакомились и, в общем, дальше сами себе придумывают, где и что они хотят делать. И дальше они прекрасно сами уже по расписанию, не по расписанию. Свободна баскетбольная площадка. Они идут играть в баскетбол, даже если это не стоит в расписании. Ну, естественно, бильярд и вот эти все настолки в баре. Спорт в Робинсон. Много всего. Самый вообще хайлайт, про который хочу рассказать, это наша велотерраса. Здесь проходит сайклинг каждый день в 5 часов под музыку. И руководство тренера, люди бодро крутят педалями. Это моя любимая стрельба из лука. Ну, естественно, все эти йоги, пилаты с растяжки, футбола. И у нас 9 теннисных кортов. В этом отеле 9 теннисных кортов. Поэтому, если у вас есть туристы, которые играют в теннис, хотят научиться, то, пожалуйста, здесь никакой проблемы с наличием флотов, чтобы записаться, поиграть. Нет. Ракетки, мячи, ну и, собственно, пользование кортом. Это все бесплатно для гостей. Главное просто вовремя зарегистрироваться через приложение. Продолжается всякий разнообразный спорт. И еще вторая штука про этот отель – это водные виды спорта. В этой части Кипра очень хороший ветер. И поэтому здесь все парусные виды спорта, которые только можно вообразить. Вы когда подъезжаете к отелю, первое, что вы видите, вы еще не видите сам отель, но вы видите кайты. Потому что вот как начинается сезон и до самого последнего дня, до закрытия, в отель приезжают люди, которые занимаются виндсерфингом, кайтсерфингом. Если вы не умеете, хотите научиться, можно пройти обучение, получить сертификат и так далее и тому подобное. Это уже, конечно, тоже за дополнительную плату. Вот и катамараны у нас есть, и чего только нет. Вот. СПА. СПА на Кипре очень хорошее. Это прям настоящий большой СПА-центр с влажной зоной, вот с такой, которая открыта для всех гостей бесплатно. Есть сауна, опять наша немецкая сауна. Вот. И за дополнительную плату это только, естественно, массажи, СПА-процедуры. Кабинеты есть. СПА-комнаты есть как для пар, так индивидуальные. Вот. По размещению. Здесь у нас нет такого разнообразия, как, например, в Таиланде. Когда, если вы бронируете проживание в Robinson Cyprus, обращайте внимание на планировку номеров. Потому что по фотографиям они все выйдут одинаково и не очень понятно, когда вообще, где, что, в чем отличие. Поэтому смотрите всегда на план. Вот, например, наш стандартный номер. 31 метр. Двое взрослых. Просторная ванная. Балкон или выход в террасу. И эти же номера бронируются как family. Два коннекта. Или есть у нас, например, смотрите, еще отдельный family room. Где у вас будет единый вход. То есть это не два коннекта, а как бы большой номер с двумя спальнями, с единым входом и большой террасой. Это номер уже 49 квадратных метров. Вот. И у нас есть сьюты. Тоже разные там junior сьют с одной спальней и вместимостью там до трех человек. И superior сьют. Это две спальни, объединенные гостиной. Вот. Так что вот всегда обращайте внимание на, собственно, на план. Они должны вести у всех наших операторов висеть. По вечерней программе здесь вообще просто фантастика. Потому что здесь есть еще и собственный ночной клуб. Да. То есть помимо вот этих разных вечеринок, живой музыки и так далее, и так далее, этих красивых таких вечеров. Это, например, робкарпет. Ну, вот. Таким образом может проходить. Вот. У нас есть еще и собственный ночной клуб. И можно, собственно, не выходя из отеля до пяти утра тусить там в хорошей звукоизоляции. Это никак не мешает другим гостям. Вот. Есть собственный театр даже в этом отеле. И команда делает очень прикольные театральные музыкальные постановки интересные. И самое красивое – это наши пляжные вечеринки. Пользуются в качестве декорацией все наши. Весь этот спортивный инвентарь водный служит прекрасными декорациями. Генеральный менеджер у нас играет диджей-сеты на закате. В общем, со всех сторон отель очень веселый, очень позитивный, с великолепным пляжем. И единственное, что есть за порогом отеля – это прокат велосипедов. Циперн Байк. Я их рекламирую, потому что они делают клевые велотуры по Кипру. Ну, вот. Можно просто взять велики покататься, а можно у ребят заказать прям какую-то прогулку. Они вас забросят куда-нибудь в апельсиновую рощу или на какую-нибудь гору, негреческим развалинам. Вот. Поэтому про них тоже всегда говорю. Это, собственно, про Кипра. Наверное, всё. Итак, Мальдивы. Наше любимое направление. Мальдивы. На Мальдивах у Робинсон два отеля. Робинсон-Луман, Робинсон-Малдивс. И эти отели, наверное, больше всего известны российскому туристу и агентам. Про них я уже много раз рассказывала на ТОП-Хотелс. И сегодня, так как мы уже, собственно, про Робинсон давно разговариваем, ну вот, это будет прям суперкороткая презентация. Основные хайлайты. Мальдивские отели, в отличие от Таиланда и от Кипра, работают на плане питания all-inclusive. Принципиальное отличие, собственно, от Fullboard Plus – это то, что у вас включён алкоголь и безалкогольные напитки, как бы не только во время приёма пищи, но и в течение дня. Бар открывается в 11 часов утра и работает до последнего клиента, как правило. То есть у нас нету такого времени, когда бар закрывается. Там в 11 полночь, если гости хотят сидеть дальше, они сидят, в общем, столько, сколько они сидят. Из напитков у нас, из алкоголя включён, собственно, весь алкоголь, кроме премиального. Да, только там какие-то 20-летние виски, Моэ Шандон, Клико, вот такие вот штуки. Вот это уже за доп. плату. Есть винная карта, где можно тоже выбрать вино. А так, собственно, весь какой-то базовый алкоголь, хороший алкоголь, и коктейли на его основе, они включены, естественно, зожное наше меню, подача. Вот тут хочу остановиться, потому что поэт об этом не говорила выше. У нас, несмотря на то, что наш основной ресторан – это шведский стол, но у вас нет возможности, ваших туристов нет возможности намешать себе винегрет из всего подряд, потому что у нас на нашем шведском столе подача всё равно как в ресторане а-ля карт. То есть вы выбираете, вы говорите, что вы хотите, там, салат, стейк, там, что угодно. Вот, и если это блюдо, тот же салат, его сразу при вас собирают, если вок, это при вас его сразу готовят, ну вот, если это стейк, то вам говорят, типа, буквально, там, 2-3 минуты или сколько-то, ну вот, возвращайтесь, и дают вам красивую оформленную тарелку, как в ресторане а-ля карт. Это такая побочка от ковида, но она очень классно всем зашла. Спорт на Мальдивах. Здесь, конечно, мы не можем похвастаться девятью теннисными кортами, но у нас есть футбольное поле, есть площадка для пляжного волейбола, есть площадка для баскетбола, естественно, площадки для занятий йогой, пилатесом, вот, они проходят как на террасе, так и на пляже, на самом деле, ну, как на пляже только утром, ну, вот, в ранние часы, когда солнце еще не жаркое. Хорошие тренажерные залы в отелях на Мальдивах, сауна опять, вот, и давайте подробнее расскажу про каждый из отелей. Первый наш отель – это Robinson Maldives, и это отель только для взрослых, это отель 18+, для взрослых, которые хотят отдохнуть без детей, которые не хотят, например, чтобы были вокруг дети, маленькие, большие, неважно. Отель располагается в Гааф-Алиф-Атоле, это почти самый юг на экваторе. Сюда добираться порядка двух часов, на самом деле, дорога занимает, час 15 летите на внутренних авиалиниях и полчаса на катере. Гидросамолеты в этот атолл не летают. Мы называем этот отель территорию роскоши и свободы только для взрослых. Здесь прекрасный домашний риф в 20 метрах от берега. На Мальдивах это одна из важней, одна из ключевых характеристик, да, чтобы домашний риф был рядом, не нужно было никуда специально в него плыть. Пожалуйста, у нас это есть, причем с одной части острова риф находится вот настолько близко, как вы видите на этом кадре, 20 метров. Потом он уходит дальше, ну вот, и там будет большая лагуна, в которой комфортно просто плавать. Ну вот, а есть участок пляжа, вдоль которого риф находится очень близко, и это, конечно, кайф для всех любителей снорклинга, потому что ты вот зашел в маски и сразу поплыл. Вот, риф очень разнообразный, есть черепахи, рыбы все, есть осьминоги, скаты, то есть все, кто, собственно, все, кого вы ожидаете увидеть, их можно увидеть на нашем рифе, не слишком далеко отплывая от острова. Основная категория это гарден-вилла. Они находятся на второй линии. Это вот такие светлые, уютные номера традиционного мальдивского дизайна. Этот отель был открыт в 2008 году, то есть это такой отель-старожил на самом деле на Мальдивах. Вот, у него было две реновации, и последний раз косметическое, скажем так, першки мы почистили, и это как раз во время карантина ковид. Вот, был проведен косметический ремонт, в общем, было там покрашено, заменено все, что требовало замены. Остров очень зеленый, кстати, хочу сказать. Он прям местами настоящий джунглей, очень-очень зеленый. Вот, так, секунду, это, да, гарден-вилла вот с такой красивой террасой, но это вторая линия. Для гостей, которые остаются в этих категориях номеров, есть такая штука. Естественно, они же, конечно, тоже хотят провести время на пляже. Есть бич-бар, и там есть лежаки, а по всему периметру острова есть у нас такая штука, как public sunbed, то есть общественные лежаки, они называются, которые может занять кто угодно, которыми может пользоваться. Следующая категория, коротко расскажу, это категории бич-вилла и бич-бангало, они находятся на первой линии. Не это категории без бассейна, но зато с выходом на пляж. И есть водные виллы с бассейном. Здесь целая ветка, она выходит, скажем так, частично на закат. Вот, водные виллы в этом отеле с бассейном у нас есть только водные виллы. Lagoon Villa Swetpool они называются. Что такого взрослого в этом отеле, ну, то есть помимо того, что здесь нет детей, и здесь, как бы, набор развлечений, он точно такой же, на самом деле, как и в другом любом отеле Robinson, с небольшими отличиями, как то. У нас есть ночь в казино, у нас есть вот эти вечеринки в бассейне, там, не знаю, с плавающим алкобаром, вот такие штуки. Всё остальное, оно совпадает, в общем, на 90%. Ну, тут, конечно, как бы, ну, просто с поправкой на то, что это Мальдивы. Мы встречаем точно так же здесь заходы, закаты с вечером, с музыкой, с диджеем, с живой. Причём живая музыка может быть разной. Это не обязательно кавер-бенд. У нас есть, например, сексапонисты, есть скрипачки, которые иногда гастролируют по нашим отелям. Ну, вот, это очень красиво встречать. Кстати, садится солнце, Мальдивы, а у вас скрипичный квартет играет. Ну, и вечером, естественно, танцы, шоу-программа и так далее. Второй отель Robinson Nuno. Как бы здесь что? Я уже всё про Мальдивы рассказала, про отель Robinson всё рассказала. Он находится в Нуну-атоле. Это 45 минут на гидросамолёте от Мали на север. То есть наши отели, они вообще не рядом друг с другом. Они, например, в ложных концах Мальдив располагаются. Сюда можно добраться и на гидросамолёте, и внутренними авиалиниями, плюс катер. Вот. Мы всех наших гостей, и те, кто едут в Нуну, и те, кто едут в Robinson Maldi, встречаем сами на выходе из аэропорта. Издание аэропорта. Наш представитель стоит с табличкой с названием отеля, с фамилией гостей. Встречает, провожает их в бизнес-лаунж. У нас нет собственного лаунжа, но мы пользуемся лаунжем Мальдивин, где можно комфортно провести ожидания. Там есть еда, напитки, вай-фай, мягкие диваны, даже душевая. Вот. Потом, собственно, вжух, и вы оказываетесь тоже на очень... на большом зелёном острове. Здесь у нас 150 номеров. И в Robinson, ну, также есть домашний риф. Он не так близко, как в Robinson Maldives, но это всего 150 метров. То есть, в принципе, вы можете спокойно доплыть с берега. Всё равно не нужно никуда плыть. Те гости, которые живут на водных виллах, им просто, собственно, нужно с виллы спуститься, чтобы оказаться на рифе. Те гости, которые живут в пляжных категориях, они, как правило, ходят нырять, снорклить на джете, где располагается центр водных видов спорта. Там вы тоже сразу оказываетесь на рифе. И риф тоже живой, со всеми обитателями. В Нун ещё очень много рифовых акул. Их прям очень-очень много. С тайками они плавают большими или семьями. Из-за них плавают акулы. Вот. Снаряжение для снорклинга мы в наших мальдивских отелях предоставляем бесплатно для всей семьи на всё время пребывания. И здесь я хочу обратить ваше внимание на нашу базовую категорию Double Room Seaview, потому что она немного отличается от того, что мы привыкли видеть на мальдивах и двухэтажные домики. Два номера наверху, два внизу, и нижние коннектятся, и их можно бронировать как Family Room. Но, смотрите, это номер 112 квадратных метров. Это очень простор. В номере есть тропический душ, открытая ванная комната, выход пляж у вас собственный. На втором этаже всё то же самое. Номера очень просторные. И единственное неудобство, скажем так, то, что у вас нет вашего личного кусочка пляжа, вам его приходится делить с соседями. Но лежаки, как бы, на каждый номер, если в номере втроём, то вам принесут ваш третий лежак. И великолепный пляж. Конечно же, в Нуну нам повезло. У нас по всему периметру широкий пляж с ровным пологим заходом. Тут вообще, как бы, без исключений. Следующая категория – это уже отдельно стоящий бич-пул и гарден-пул, которые отличаются расположением бассейна. Вот здесь пляжные категории у нас есть с бассейном в этом отеле. Водные виллы тоже все у нас с бассейном. У нас есть две ветки водных вилл – Sunrise и Sunset. Вот это как раз ветка Sunset. И три президентских сьюта, которые находятся по концам водных джетти. Это большой номер, 122 квадратных метра, с просторной гостиной, со спальней, с террасой, с бассейном. Мы предполагаем весь комплект, как бы, услуг стандартный для Мальдив, который, как это, необходим, как это, стандартный минимум, да, который должен быть у любого мальдивского отеля сейчас. Это, естественно, плавающий завтрак, это романтический завтрак на пляже, то, что еще. В общем, все, что может, собственно, в голову взбрести клиенту. Спа на Мальдивах тоже есть, и в одном и в другом отеле. Это Dunia Spa, это такой премиальный бренд. Они не только в Робинсон, они еще и в других пятерках мальдивских есть. Робинсон Нуну, так как это отель без возрастных ограничений, здесь у нас есть детский клуб. И точно так же, как я рассказывала про Кипр и про Таиланд, это три в одном – малыши, дети до 12 и подростки. Дети считаются детьми у нас везде до 17 лет. Потом тебе 18, все, ты уже можешь ехать в отель для взрослых. Вот так. И, да, важно упомянуть, что если ваши туристы путешествуют со всеми младенцами, то наши отели предлагают полный комплект младенческих гаджетов. Все там от радионянь до подогревателей бутылочек. Все это по запросу предоставляется гостям. Если это приложили требования к бронированию, будет их ждать по прибытию. Если не приложили, то как бы на месте им это все принесут. Собственно, вот так. Лена, спасибо большое за презентацию. Я думаю, что вопросы мы все разобрали. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшнем эфире. Лена, спасибо большое за презентацию. Как всегда, рада была видеть тебя у нас в гостях с новостями своих отелей. И желаю прекрасного сезона. И тем, кто отправится в отель Робинсон и вернется довольно счастливый, всех прошу делиться своими комментариями, впечатлениями, отзывами на ТОП-Хотел.